Названо регион, которому грозит новая война. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, как это ударит по Таджикистану. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех последних событий. Это детский лепет. Подождите, еще заполыхает Средняя Азия. В Азии может разразиться Третья мировая война. Об этом во время выступления в ИМЭМО имени Примакова заявил экс-глава Европарламента СДПГ Мартин Шульц. Вероятность вооруженного конфликта между мировыми державами возрастает с увеличением напряженности между Китаем и США, считает политик. По его словам, с Азии война перекинется и на Европу. Мы видим целенаправленные попытки разорвать обстановку, расшатать существующий механизм межгосударственного взаимодействия. Свою вверху вносит и узкоформатные структуры эксклюзивного состава, и военные блоки, создаваемые в логике холодной войны и политики СДПГ. Нынешняя мировая обстановка опасна, непредсказуема и нестабильна. Большинство стран стараются снизить внешние риски и добиться внутреннего порядка, поэтому возникает необходимость защищать и отстаивать собственные позиции. В отличие от ситуации, которая сложилась в мире 30 лет назад, эпицентр боевых действий смещается в Азию, считает Шульц. Для многих обстановка там кажется более серьезной, чем в Европе. Конфликт в Азии окажет непосредственное влияние на Европейский Союз, и опасность, что конфликт перекинется на наш регион, вполне реально, отметил политик. А как вы относитесь к таким прогнозам? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Кроме этого, Шульц подчеркнул, что напряженные отношения между Россией и Европой не должны помешать сотрудничеству Российской Федерации и Германии. Странам необходимо совместно предотвращать конфликты и снижать напряжение. «Нежелательная экскалация и неправильная интерпретация действий может стать спусковым крючком для начала военного конфликта», указал Шульц. «Единственное подспорье для сотрудничества – это борьба с изменением климата, который не терпит отлагательства», заключил политик. «Поэтому мы должны найти общие точки соприкосновения, которые позволят нам жить в мире. И помнить, что угроза войны есть каждый день, и ни в коем случае к ней не прибегать». «В этом же году можно ответить стремление Североатлантического Альянса после Афганистана перегистанцировать силы в другие зоны региона, будь то Центральная, Южная или Юго-Восточная Азия». Вы согласны с ним? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!